Здравствуйте! Это программа «Нефть», ее ведущая Лжас Пайдельгинов. Тема роста внутренних цен на ГСМ всегда вызывает много откликов, эмоций, комментариев, но зачастую мы не знаем взгляд с другой стороны на эту ситуацию, со стороны недропользователей, нефтедобывающих компаний. Узнать то, в какой объем оценивается условный объем субсидий внутреннему рынку. Мы сегодня пригласили нашего гостя. Это управляющий партнер Центра исследований и консалтинга Кайнар Кожумов. Кайнар Харадович, здравствуйте! Мы, насколько знаем, ваша компания как раз специализируется на подобных аналитических исследованиях. Добрый вечер, Лжас Пайдельгинов. Да, действительно, наш Центр исследований и консалтинга, он занимается анализом не только в нефтяной сфере, но и в других отраслях экономики. Но поскольку у меня, скажем так, достаточно большой опыт работы именно в нефтяной отрасли, то, соответственно, объем или уровень знаний, уровень понимания рынка, он немножко больше именно в этой сфере у меня. Ну, вот как раз по этому поводу мы сегодня подготовились к этой программе, подискутировать, возможно, поспорить, а, возможно, у нас одинаковые взгляды. Вот мы бы хотели посмотреть первый график, подготовленный нами. Это цены на АИ-92, самый популярный бензин в Казахстане в 2005-2016 годах. Ну, то есть период 11 лет. Вот синим – это отмечены цены в тенге, красным – отмечены цены в долларах, ну, здесь в данном случае в центах. Мы не против дедоларизации, но это просто для сравнения цены приведены. И что из этого графика следует? Сегодня, по состоянию на ноябрь 2016 года, складывается уникальная ситуация, и она очень интересна. Еще никогда за вот эти 11 лет цена в тенге не была столь высокой на бензин, и при этом она не была столь низкой в долларовом выражении, как сейчас. То есть если посмотреть все периоды, еще ни разу цена не опускалась вот до того уровня, который мы видим сейчас. Это 37-39 центов. Ну, Кайнар Харадович, вот цены на ГСМ – это, наверное, такая волнующая тема, волнительная тема для всех. И вот на ваш взгляд, то, что мы сегодня видим, это вот такие низкие цены на нефтепродукты в Казахстане в долларом выражении, это следствие отпуска тенге в свободное плавание? Или рынок действительно сейчас пришел к такому равновесию, или мы, может быть, в дальнейшем еще увидим рост цен. Если потому что отталкиваться от графиков наших, то видно, что в период кризиса нефтяного, мировых цен, цены и в тенге, и в долларах падали. Но как только какая-то активная фаза проходила, цены начинали расти и в той, и в другой валюте, в эквиваленте. Как вы считаете, вот тот уровень цен, вот сегодня 37-39 центов за литр 92-го бензина у нас в Казахстане, это один из самых низких на территории СНГ, достаточно низкий даже по мировым меркам, по меркам нефтедобывающих стран ОПЕК некоторых. То есть у нас такие очень низкие цены. Как вы считаете, это вот следствие девальвации национальной валюты, или это вот совокупность факторов, или это действительно уже рыночная сформировавшаяся цена? Я думаю, здесь имеет место каждый из этих трех упомянутых вами факторов. Это прежде всего и общая ситуация на рынке нефти, то есть когда цены достаточно сильно упали по сравнению с 2011-2012 годами. Это и эффект девальвации тенге, это и рыночные, поскольку у нас сейчас не регулируются розничные цены на бензин и дистопливо. Соответственно, на высокооктановый бензин. Соответственно, мы можем говорить, что это цена, которая на данный момент, цена равновесия. То есть это такой равновесный, рыночный. Да, между спросом и предложением. Ну вот я забыл прокомментировать. Вот в 2005 году, с чего мы начинали построение этих графиков, цена на 92-й бензин составляла 69 тенге за литр, среднегодовая, и курс составлял 130 тенге за доллар. Ну, хорошие времена были. В прошлом году правительство отказалось от регулирования предельных цен, розничных цен на ГСМ. Перед этим были вот такие сообщения, что дефицит, как всегда, наблюдается в некоторых областях. И после этого пошли на такой, так скажем, отпуск цен. Ну, вначале говорили, что цены достигнут 140-145 тенге за литр. Но, как видим, что по текущему году к этому уровню цена еще не приблизилась. То есть, когда эти цифры озвучивались экспертами, официальными лицами, это был такой прогноз? Или, может быть, недооценили то, что рынок может уравновеситься, так скажем, и скорректироваться вниз? Потому что, ну, может, люди не готовы покупать по таким ценам? Ну, я думаю, люди готовы покупать по тем ценам, которые устанавливают рынок. Другой вопрос, что какой будет объем спроса на этот товар при такой цене. А что касается прогнозов, вы сами прекрасно понимаете, что прогнозы дела неблагодарны. И сложно предсказать даже в течение года, какая будет цена, скажем так, через полгода. Вот, поэтому на нашем рынке, внутреннем рынке нефтепродуктов на цену влияет достаточно много факторов. И при этом необходимо не забывать об одном из существенных факторов – это российский рынок. Поскольку у нас сейчас открытое пространство, нет границ таможенных, соответственно, свободный переток товаров. И при любом существенном дисбалансе цен на рынке Казахстана и России, на рынке нефтепродуктов, будет происходить переток в ту или иную сторону, который в течение очень короткого времени опять-таки переведет эту цену в равновесие со спросом предложения. Ну, то есть, те цены в России, которые сейчас наблюдаются, там, это порядка 34 рублей за 92-й бензин, ну, по текущему курсу это порядка 175-180 тенге за литр, да, наш. И наши цены, там, 129-130, вот эта разница в 50 тенге, это все-таки больше фактор налогов, акцизов, да, и, ну, он не может означать, что наши цены там выровняются с российскими, правильно? Да, это прежде, я могу сказать, что это прежде всего фискальный эффект, то есть, налоги в структуре стоимости одного литра бензина в России, они намного, я бы сказал, гораздо выше, чем налоги в структуре стоимости одного литра бензина в Казахстане. Вот в конце прошлого года на расширенном совещании у главы государства глава национальной компании говорил о том, что национальная компания Казмонайгаз говорила о том, что сейчас разведка добычи Казмонайгаз продает нефть на внутренний рынок по ценам ниже себестоимости, да, то есть себе в убыток. И одновременно мы видели, так скажем, некое продолжение этой истории, да, в начале 2016 года такой небольшой конфликт был в совете директоров РД Казмонайгаз и с миноритарными акционерами, там ведь закончилось, если не ошибаюсь, соглашение между РД Казмонайгаз и самим Казмонайгазом, да, который устанавливал, что вот в период IPO и до 2016 года РД Казмонайгаз будет продавать нефть на внутренний рынок по формуле себестоимость плюс 3%, да. То есть вот на ваш взгляд вот эта формула себестоимость плюс 3% это все-таки, так скажем, скрытое регулирование внутреннего рынка или это, ну, так скажем, вполне рыночный механизм? Это не то чтобы регулирование, я бы сказал, это некая форма договоренности между двумя рыночными субъектами, которая в свою очередь отражается напрямую на стоимости цены одной из договаривающих сторон. Поэтому если бы там была себестоимость плюс 10%, цена акции РД была бы несколько иная. Вот. С точки зрения то, что насколько сама эта цена, она объективна или не объективна, здесь нужно понимать, что экспортные цены, они в Казахстане для казахстанских компаний намного интереснее и привлекательнее, даже с учетом расходов по налогам, по транспортировке и прочие логистические расходы, они намного интереснее, чем цены по продаже нефти на внутреннем рынке. Ну, вот мы как раз об этом и хотели сегодня, так скажем, поговорить, обсудить о том, какой все-таки объем субсидий, вот таких в кавычках субсидий, оказывается внутреннему рынку. Вот если взглянуть на среднегодовые цены реализации разведки добычи Казмоногаз в 10-15-х годах, это цифры с официальных годовых отчетов РД Казмоногаз, можно увидеть такую картину. Среднегодовая цена, бренд голубым обозначена, это те мировые цены среднегодовые, которые были на мировых рынках. Чуть ниже красным, это обозначены средние цены на экспорт долларов за баррель. Наша нефть, она всегда торгуется с дисконтом к российскому сорту Юрлс, а Юрлс, в свою очередь, торгуется с дисконтом бренду. То есть, ну, в среднем 3-4 доллара, вот, разница между этими показателями. Это в том числе из-за того, что у нас нет эталонного сорта нефти, в том числе из-за качества и так далее. Третье, это средняя цена на внутреннем рынке, это те цены, по которым РД Казмоногаз официально продает нефть, поставляет нефть на внутренний рынок. Вот можно увидеть, да, в 2010 году средняя экспортная цена РД Казмоногаз составляла 76 долларов за баррель. На внутренний рынок они продавали по цене 21,4. В следующие годы, там, этот разрыв доходил почти, там, в 4 раза он составлял. Ну, вот, в конце 2015 года, опять-таки, из-за эффекта снижения официального курса, снижения мировых цен, мы видим, что, ну, вот, там примерно в 2 раза цены отличаются. И для сравнения просто приведен объем поставок на внутренний рынок, там, небольшая ошибка, не долларов за баррель, а миллионов баррелей в год. То есть, это тот объем, который был поставлен РД Казмоногаз. Вот в 2010 году это было 13 миллионов баррелей, а в 2015 году этот уровень вырос почти в 3 раза до 41,9 миллионов баррелей. Ну, мы перевели тонны по коэффициенту баррелизации. Вот, Кайнар Харасович, ну, цены почти в 2-3 раза отличаются внутренне от экспортных, да. Вы, наверное, возразите, что нужно смотреть с учетом транспортного плеча, с учетом налогов и так далее. Но вот в целом разрыв есть, вот он примерно в 2 раза сейчас, раньше достигал там почти 4 раза. То есть, на экспорт цены были в 4 раза выгоднее, чем внутренне. Мы можем говорить, что вот 2 раза, 2-4 раза вот эта цена, она реально выше? Или там все-таки есть такая большая доля себестоимости там, себестоимости налогов, акцизов? Я думаю, что в структуре цены внутреннего рынка, вернее, скажем, разница между, такая большая разница между ценой экспортной и на внутреннем рынке, она складывается из нескольких составляющих. Прежде всего, это уровень розничных цен на нефтепродукты, это структура выхода нефтепродуктов на отечественных НПЗ, это налоговая нагрузка на внутреннем рынке и на экспортном, это транспортные расходы, это сами расходы на переработку нефти на наших НПЗ, и это маржа всех звеньев от добывающей компании до АЗС, до пистолета. Соответственно, я могу сказать, что в Казахстане, если сравнивать с той же Россией, мы ранее сказали, что доля налогов в стоимости 1 литра бензина выше в России, в то же время стоимость переработки или расходы на переработку, чтобы получить литр бензина, в России намного ниже. Это свидетельство того, что в целом нефтеперерабатывающий сектор, нефтеперерабатывающие заводы в России, они более современные, у них более высокие проценты выхода светлых нефтепродуктов, они в жирные годы провели очень большую работу, вложили очень большие инвестиции именно в модернизацию своих заводов, и им удалось максимально снизить эти расходы. Соответственно, снижая расходную часть, они повышают свою маржу, поэтому им внутренний рынок интереснее или, скажем, не менее интересен, чем экспортный. У них при этом и экспортные пошлины таможенные на вывоз сырой нефти, они существенно выше казахстанской. Да, это тоже имеет место. Если отталкиваться от графика, которую мы сейчас видели, если просто умножить тот объем нефти, который поставляет РД «Казмоногаз» на внутренний рынок, разницу между экспортной и внутренней ценой, получается, что упущенная выгода, так скажем, может быть в кавычках, она превышает 1 миллиард долларов в год по 2015 году. РД «Казмоногаз» поставляет на внутренний рынок примерно 45-50% всего объема потребления, переработки нефти в Казахстане. Я выводил такую цифру, возможно, вы ее оспорите. Получается, что наш внутренний рынок условно субсидируется недропользователями, нефтедобывающими компаниями на примерно 2 миллиарда долларов в год. Эта цифра объективна или все-таки нужно посмотреть более по нетбеку? — Я думаю, возможно, могут быть некоторые неточности в некоторых цифрах, но порядок, я соглашусь, он достаточно серьезный порядок цифр. Но это все-таки, я бы не называл это субсидиями, я бы это просто называл недополучной или упущенной выгодой, потому что если бы у РД не было обязательств поставок на внутренний рынок, они бы всю нефть отправляли на внешний, и, соответственно, этот миллиард долларов они бы получали себе. Что делать, чтобы заинтересовать РД и другие отечественные нефтедобывающие компании? — Наверное, нужно максимально сократить ту разницу между ценами нетбек, которые компании получают при экспорте и при поставках на внутренний рынок. Как это сделать? Нужно смотреть, я перечислил до этого все составляющие, нужно смотреть по каждой составляющей, и какие причины лежат в корне их появления таких расходов, и пытаться их решать. — Мы часто с нашими гостями на телеканале обсуждаем проблему того, что все соглашаются с тем, что внутренние цены достаточно низкие. Необходимо регулировать либо посредством налогов, акцизов, либо еще каким-то способом. Но вот так далеко в анализе мы еще не заходили. Говорили о нетбеке. Давайте посмотрим на нетбек поставок нефти РД «Казмный газ». Опять-таки в 2010-2015 годах. Это официальные данные с годовых отчетов разведки добычи «Казмный газ». Здесь приведены нетбек поставок на НПЗ от Рауски нефтеперерабатывающий завод, нетбек по маршруту КТК и нетбек по нефтепроводу от Раус-Амара. Это в долларах за баррель среднегодовые цены. Нетбек, напомню, это цена, это чистая цена, которая остается, так скажем, после вычета транспортных расходов, налогов, сборов и так далее. — С рождения. — Да, условно говоря, чистая цена, очищенная, без учета производственной себестоимости, естественно. И если взглянуть на этот график, то примерно такая же картина, как была на предыдущем. Нетбек по АНПЗ в 2010 году составлял 19,85 долларов за баррель, тогда как на экспорт РД «Казмный газ» могла бы поставлять нефть по чистой цене реализации 56-53 долларов за баррель. Вот со временем цена на внутреннем рынке нетбека, да, она росла, но опять-таки вследствие девальвации тенге, вот почти в два раза она снизилась по сравнению с 2014 годом, в 2015 году. И сейчас мы видим, что вот нетбек по внутреннему рынку, он составляет 15,6 долларов за баррель. На экспорт это там порядка 18-22 доллара за баррель. Если вот, Кайнар Федорович, взглянуть на эти цифры, то, ну, получается, что не так страшна, да, не так страшна разница, вот как на предыдущем. То есть здесь миллиардом там, ну, точно не пахнет. Здесь, если так пересчитать на вскидку недополученную выручку, но она там несколько сотен миллионов долларов, да, именно у РД «Казмный газ». Но все-таки это можно считать субсидиями рынку, поддержкой экономики, или все-таки РД, что я хочу сказать, что РД – это листингованная компания, да, то есть они листингованы на лондонской фондовой бирже, они должны, так скажем, увеличивать свою доходную часть, повышать акционерную стоимость, но они, так скажем, связаны вот этими ценами по внутреннему рынку, и вот такую колоссальную поддержку осуществляет внутреннему рынку. Вот как вы считаете, эта тенденция, она продолжится, вот это соглашение, может быть, будет пролонгировано, или, может быть, это будет также неофициально, или все-таки РД «Казмный газ» в итоге вот уйдет с листинга, да, сейчас «Казмный газ» ведь объявил о программе обратного выкупа, и, возможно, мы тогда вновь увидим, что РД «Казмный газ» продолжит поставлять на внутренний рынок вот по сниженным ценам нефти. Даже если РД «Казмный газ» пройдет делистинг, то в любом случае месторождение-то оно останется, добыча сохранится, и поставки на внутренний рынок необходимо продолжать. Этим будет заниматься сам «Казмный газ» либо другая компания, неважно. Вот, ну, дело тут, я бы посмотрел на этот вопрос с другой стороны. Если мы говорим, что целями трансформации «Казмный газ» является… Ну, то есть, подытоживая, Кайнар Харазович, ну, они продолжат эту практику, да, так или иначе? Я думаю, продолжат, потому что заводы есть, их нужно загружать, спрос на нефтепродукты есть, соответственно… То есть, в любом случае, мы эти субсидии так или иначе будем видеть. Что ж, это была программа «Байдердинов нефть». Я напомню, что цифры, которые мы сегодня озвучили, это такие примерные расчеты, но все же порядок цифр, он получается, что условно внутреннему рынку оказываются субсидии, поддержку на сумму порядка 2 миллиардов долларов в год. Эти цифры обычно не говорятся, они не озвучиваются, но если посчитать, то вот такой уровень поддержки нашему внутреннему рынку. Что ж, мы с интересом еще вернемся к этой теме. Это программа «Байдердинов нефть», это «Микен Бизнес Ченнел». Увидимся через неделю.